Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Педагогического университета Диана Скосченкова. Член студенческого совета и научного общества «Неутомимая активистка» всегда находит новые идеи, чтобы привлечь молодежь города к новым интересным проектам. Диана Скосченкова поступила в филиал Московского университета в 2013 году. С первых дней своего обучения она активно взялась за общественную работу. Диана исчезла той молодежи, для которой патриотизм – не пустой звук. Найдя единомышленников, она организовала проект «Я анапчанин». Сначала он существовал как творческая мастерская, где фотографы-любители рассказывали о красивых местах города-курорта. Затем эта работа переросла в серьезную программу. Ведется плотная социальная работа по привлечению жителей города к культурной жизни муниципалитета. Изначально наш проект подразумевался как фотопроект. Но в дальнейшем мы пересмотрели свой взгляд и поняли, что это очень узкая область, которую можно расширить. И теперь у нас не только фотопроект, но и общественная деятельность. И благодаря этому и основная цель – привлечь не только фотографов, которые у нас в городе Курорстянап, но и тех жителей, которые не умеют фотографировать, но они тоже хотят быть в нашем проекте. И тем самым мы ходим на пляж, убираем. Основная цель – это привлечение не только молодежи, но и людей, которые не учатся в университетах, которые, например, сидят дома, мамы, бабушки наши, они тоже хотят проявить себя, показать о себе. И тем самым мы с ними работаем. И основная цель – привлечь всех жителей города. Мы планируем с нашим проектом «Я на пчане» выйти на региональный уровень в первую очередь. Потому что то, что в городе, это делается в городе, это видит только городская власть. А дальше оно никак не продвигается. И мы сейчас в этом году уже планируем продвинуться на региональный уровень, заявить о себе, показать, что вот, да, есть такой проект, и что мы делаем это на благо города, чтобы в дальнейшем знали о том, что есть такой проект и хотели в нем участвовать. И оно для наших детей, для нашего поколения показывало то, чего они уже не увидят, что будет на тот момент. Главным идейным вдохновительным Дианы стала заместитель директора по учебной работе Наталья Гамзикова. Именно она подсказала идею проекта и помогла на начальных стадиях его реализации. Сейчас оказывает административную поддержку. Мы начали с Дианы сотрудничать при определении темы курсовой работы. То есть все достаточно было банально. И постепенно курсовая работа переросла уже в долгосрочное сотрудничество, вылилась в большую проектную деятельность. Эта студентка, она необычная. Она очень ответственная, первое. И второе, она любит узнавать новое. Это всегда очень привлекает. То есть настает момент, когда хочется передать свои мысли, свою инициативу, свое творчество на то, что не хватает времени в повседневной жизни тому, кто сможет это воплотить. Диана оказалась очень благодатной, я бы так сказала, благодатной студенткой, которая хватает буквально мысли на лету и притворяет их непосредственно в жизнь. И уже все последующие годы остается только лишь намекнуть, подкорректировать. И инициатива находит свое место, она продвигает себя сама. Сейчас студентка со всей командой активно участвует во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она убеждена, только совместными усилиями можно решить эту проблему. Ведь если человек увлечен и стремится к успеху, то у него не будет времени на наркотики и алкоголь. Параллельно с этим Диана готовится к церемонии награждения на встрече с губернатором Краснодарского края, которая должна состояться уже в начале декабря. В Краснодарском крае в многофункциональных центрах с ноября начнут предоставлять услуги для предпринимателей. Соглашение об этом подписал Центр поддержки предпринимательства и МФЦ Краснодарского края. Не все бизнесмены знают о действующих мерах господдержки. Предпринимателям в многофункциональных центрах расскажут о действующих региональных субсидиях, услугах и финансовых продуктах гарантийного фонда. Также предоставят информацию о существующих налоговых льготах для малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. На Кубани снизился размер прожиточного минимума. Его величина рассчитана Министерством труда и социального развития на основании данных Краснодарстата. В Краснодарском крае прожиточный минимум в расчете на душу населения в третьем квартале года составил 9 694 рубля. Это на 264 рубля меньше по сравнению с показателем во втором квартале. Для трудоспособного населения он составит 10 497 рублей, пенсионеров 8 017 рублей, детей 9 262 рубля. Такие показатели будут применять при разработке и реализации краевых социальных программ, оказании помощи малоимущим, назначении ежемесячного пособия на ребенка и других выплат. Для установления заработной платы работникам будут применять величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную за второй квартал. И к другим темам. На Кубани открыта горячая линия по вопросам качества и безопасности товаров и услуг. Обращаться можно по телефону краевого управления Роспотребнадзора в Краснодаре 8 861 226 40 74, а также по телефону, указанному на экране. Врачи на приеме будут принимать жители Кубани строго по отведенным нормам времени. Минздрав разработал для врачей временные нормы приема пациентов, которые начнут действовать в начале 2017 года. Согласно новым правилам, на одно посещение эндокринолога отводится 19 минут, кардиолога – 24 минуты, а стоматолога-терапевта – 44 минуты. Этот хронометраж приема врачей может варьироваться в зависимости от плотности населения или уровня заболеваемости в регионе. В проекте приказа Министерства говорится, что на посещение врача-специалиста с профилактической целью отводится 60-70% от утвержденной нормы. То есть, если на лечение стоматологу дается 44 минуты, то на профилактику примерно полчаса. Врачи говорят, что главное препятствие для соблюдения норм – необходимость заполнять медицинскую документацию, но сокращать время приема в ущерб здоровью пациентов они не собираются. И в продолжение темы. Анавчан приглашают на профилактическую акцию «Всемирный день борьбы с диабетом» 14 ноября в Анапе отметят медицинскими консультациями. Центр медпрофилактики по адресу город Анапа, улица Родниковая, 4Б, приглашает всех пройти исследование. С 8 утра до 12 часов дня все желающие могут принять участие в акции бесплатно, измерить свой рост и вес, проверить уровень глюкозы и холестерина в крови, получить консультацию терапевта. Художники преодолели несколько километров, чтобы запечатлеть Савин-ущель, заповедники Утриш. Здесь растут можжевельники. На склонах ущелья Вязы, Дубы, Белый граб, Груша-Дичка, Плющ-Колхидский. В результате получилось 8 работ. Их завершат в студии. Авторы говорят, что в заповеднике их вдохновляет прежде всего нетронутая человеком природа, которая дополняется мягким климатом. Сегодня нам повезло с погодой. Кстати, дорогие мои, это ноябрь месяц. Уже даже и ноябрьские праздники прошли. И мы тут, в общем-то, одеты по-летнему. И вот так вот, чтобы художник в ноябре стоял и спокойненько в рубашечке с короткими рукавами работал, это в нашей стране, в России редкость большая. Это только вот можно здесь, на юге, на Черноморском побережье, который, поймав погодное окно, позволит себе выйти с этюдничка и вот так вот помалевать. Вот так вот приятненько. Вот так вот потихонечку. Где кисточкой, где тряпочкой. Все, вот так вот пошел, пошел. Это уже вторая вылазка художников на природу. До этого они проделали несколько километров, чтобы запечатлеть закат в Итрижском каньоне. Такие экспедиции у специалистов называются пленерами. По итогам серии пройдет выставка художественных работ, приуроченная к столетию заповедной системы России. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова